В этом выпуске «Налегке» рассказываем, как начать продавать ремесленникам, узнаем нескучные новости и идем на выставку с Карины. Не переключайтесь! Мы приехали на первый международный форум ремесленников для того, чтобы узнать, как собственное дело превратить в бизнес. Поговорили с экспертами о том, как заявить о себе и почему успешный мастер – это всегда предприниматель. Не переключайтесь! Селена, добрый день! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, где мы находимся? Мы находимся на первом международном форуме ремесленников Беларуси. Как вообще, в принципе, пришло в голову организовать это? Ну, вообще, это мечта моя лет пяти, наверное, давности. Ну, вот летом я проходила курсы Сергея Кузьменко. У меня вообще есть магазин еще рукоделия, восемь лет ему вот в этом году. С этого и началось, да? То есть вы сама ремесленник? Да, я сама ремесленник. Ну, в этом году я закрываю магазин, и мне захотелось под конец что-то вот, ну, реализовать, наверное, все-таки эту мечту. И я попросила Сергея помощи. Знание боли и мастеров есть, понимание, кого приглашать есть, а как именно организовать все это, я не знаю. Без него, конечно, этого не произошло бы. То есть у меня есть знания в одном, у него есть в другом, и вместе мы вот такой вот хороший. Ну, давайте, да, про боль мастеров немного подробнее. С какими проблемами чаще всего сталкивается ремесленник? Ну, самое первое, это, конечно, налоговые вопросы, потому что очень много у девочек сомнений, как правильно, что как. Есть несколько нюансов, то есть вот, например, кто в декретном отпуске, если они открывают ремесленника, они лишаются 50% пособия, да. Потом, конечно, вопрос, это продвижение. Потому что кто-то боится в Инстаграм выходить, кто-то боится вообще в соцсети выходить, кто-то очень боится просто себе заявлять. Ну, в основном, это, конечно, продажи. Это и реклама, это и продвижение, это и контент, это и фото, и видео. И всего нужно знать, всё надо уметь. Если не знаешь, не умеешь, то вот, в принципе, как раз в кинофоруме у мастеров есть возможность узнать рабочие механики, что нужно делать, чтобы продавать. И если он не может этого делать, то он понимает, у кого это, допустим, можно нанять или поискать. Да, сегодня классная идея. Если не можешь сам, делегируй. Кто и люди, которые хотят получить вот эти знания. Это действительно очень большая, широкая ниша в разных направлениях. Охватить двумя-тремя пунктами, кто это может быть, то, конечно, это будет неправильно. В принципе, этот форум закрывает вопросы всех людей, которые что-то делают своими руками. Даже, возможно, и не делают своими руками, но это товарка или услуга. Есть уже какой-то фидбэк от посетителей, что этого не хватало? Да, очень много подходили, говорили спасибо огромное. И тогда классно и пообщаться, и узнать что-то новое. У очень многих есть такое какое-то скептическое, что Инстаграм — это все-таки развлечение. Но на сегодняшний день все-таки самая продаваемая площадка — это Инстаграм. Поэтому и спикеров подбирали так, чтобы были рабочие механики именно Инстаграм. Первый форум, да, вот после сегодняшнего дня, после того успеха есть такая шальная мысль замахнуться на второй? Сегодня, конечно, она не то что есть, это 100% будет второй, потому что писали в Директ, писали в Телеграм, подходили здесь участники в офлайне и спрашивали, когда будет второй. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про что вы сегодня рассказывали. Я рассказывала про секреты эффективных продаж в Инстаграме. Ну, с чего-то это все началось, у вас тоже был свой блог, да, и есть до сих пор. Что вы продаете? У меня два блога. У меня есть товарный бизнес, которому уже 13 лет. Это ручное качество, и есть инфобизнес. Это мой личный экспертный аккаунт. Ну, то есть вырастали вы, да, из обычного товара, да, который нужно было продавать, и выросли в эксперта, да? Как вообще вот это все произошло? Да, именно так и происходило. С 2009 года у меня появился бизнес, и в 2014-м я начала развивать его в Инстаграме, потому что тогда это стало актуально, популярно. И, собственно, вот до сегодняшнего дня он работает, он приносит мне основной доход. И через какое-то время я поняла, что я уже обладаю таким количеством знаний в этой сфере, что они просто прут из меня. Мне очень хотелось про это рассказывать, и я завела экспертный аккаунт. С чем вообще, в принципе, сталкивается вот такой начинающий ремесленник, который делает хороший товар, но вот этот вот период, да, когда он хочет выйти на какие-то продажи, с чем он чаще всего сталкивается? Это будет, может быть, неожиданно, но основное, с чем он сталкивается, это собственные страхи. В принципе, есть такое наследие, когда бабушки и мамы говорили, там, не высовывайся, да. Ты не сможешь, посмотри, сколько уже в этой сфере людей, и ты там еще туда полезешь. Ты не сможешь, занимайся тем, что ты умеешь. И вот этот вот страх проявляться, страх заявлять о себе миру, он очень сильный. Количество подписчиков влияет на объемы продаж, там, способ повествования о своем продукте, все это влияет? Все влияет. Неважно, это ремесленничество, либо это крупный бизнес, либо это инфобизнес, это всегда одна и та же воронка. То есть сначала мы должны привлечь целевую аудиторию, рассказать ей о себе, удержать внимание, вызвать доверие, лояльность, продать и создать такой сервис при продаже, за которым хочется вернуться. Есть какой-то совет или, может быть, не знаю, топ-3, там, топ-2 правил, да, которые нужно себе вот взять за основу для того, чтобы двигаться вперед? Пробовать снова и снова. Вот это вот самое основное. Если что-то не получилось, перевести это из невозможного, из каких-то личных сомнений, что вот у меня не получилось, значит, я неудачник или я недостаточно хорош. В область задач. А что нужно сделать, чтобы получилось? Это первое. И второе – это продавать каждый день. Он побеждает и получает прибыль, да, развивает хороший бизнес. Не тот, у кого получается все с первого раза, а тот, у кого было больше попыток. Добрый день. Здравствуйте. Вы блогер? Как правильно называете? Ну, я бы не сказала, что блогер, я все-таки больше эксперт, вот, но у нас сейчас такое идет деление, что эксперт – это только там о полезном контенте, об экспертном контенте, а блогер как бы транслирует свою жизнь. Но мне нравится и транслировать свою жизнь, поэтому я 50 на 50. Вы помните, как начинали? Конечно, помню не так давно. Рассказывайте. Полтора года назад была в первом декрете, вот, все было очень грустно и печально, депрессия, нехватка денег, ребенок не спал ночами, и в какой-то момент уже казалось, что, ну, вот, еще немножко и будет какой-то срыв, а получилось, что произошел не срыв, а выплеск каких-то вот таких вот способностей произошел вот именно в рост, и началось все просто там с какой-то красивой фотографии. Муж принес красивый пукет, решил порадовать, говорит, ты хорошо фоткаешь, попробуй. И все как-то немножко пошло, 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 пошло. Ну, вы пошли дальше, да, то есть одно дело сфотографировать что-то красивое у себя, разместить, развивать свой блог. Вы решили стать экспертом и научить других. Как вообще вот это рождается идея? Ну, у меня получилось, что я увидела девушку, которая вела свой блог в Казахстане, и она была наставником на курсе, и она меня очень вдохновила своим примером, развивалась, что-то пробовала, искала. Вот, потом, через время, когда я уже стала снимать сама, меня люди находили, говорили, а можно там, ну, пофоткать, давайте мы с вами как-нибудь посотрудничаем. И после этого, когда у меня уже стало много именно фотосессий, мне люди начали писать, а не обучаю ли я. Вот, я немного испугалась, а муж не сказал, пробуй. Понравилось? Да. Немножко все-таки вернемся к теме самому форуму, то есть это про ремесленников, про людей, которые продают у себя в блогах, в инстаграме, может, где-то еще продают свои продукты или не продают, а хотят продавать, да? То есть этому вы тоже учите, да, как повысить свои продажи. Да. От чего это вообще зависит? Ну, конечно, чтобы продавать, как я говорю, нужно хотя бы пробовать что-то продать. И на самом деле идет совокупность факторов. Можно сделать красивые фотографии и, скажем так, упустить из вида все остальные тонкости, не вести там сторис, не появляться, не использовать продвижение, не взаимодействовать с аудиторией. Просто фотографий тоже толку не будет. То есть тут должна быть работа в комплексе. Но, конечно, красивая фотография увеличивает количество касаний. Есть такие психологические моменты, которые влияют на покупателя. То есть как расположить товар, чтобы именно внимание зафиксировалось, какой цвет использовать. Нужно анализировать блог, анализировать целевую аудиторию, знать, для кого ваш товар, что вы хотите получить в результате. Как вселить в людей надежду, да, или наоборот, смотивировать и сказать, что любой ремесленник, любой талантливый человек, который хорош в своем деле, должен еще стать бизнесменом для того, чтобы заработать какие-то деньги? Ну, конечно. Я просто всегда говорю, что Инстаграм – это бизнес. И просто пока вот ты такой неуверенный в себе, или такой талантливый, но не хочешь делать что-то дальше, другой, менее талантливый, но который будет более пробивной, который будет знать, что, ага, надо быть еще и бизнесменом, он продаст. Он продаст и получит в результате больше, и уведет клиента. Тогда мы пожелаем всем сил, терпения и, не знаю, желания работать каждый день. Просто нужно понимать, для чего вы это делаете. И когда есть цель, мне кажется, что все остальное, как бы вот эти все мелкие трудности, они уже не так важны. Добрый день. Здравствуйте. Вы спикеры. Да. Вы как догадались? Я везде прочитала. Вообще, ну, это гордо звучит спикер, да? Слушайте, ну, это вообще какие-то новые эмоции, и сегодня я настолько кайфанула. И, честно, ну, проводила онлайн мероприятие, это не первый раз. А вот первый раз, да? Нет, вот так, чтобы глаза в глаза. Да, оффлайн — это совсем другие эмоции, это просто, ну, когда энергия есть, когда есть поток вот этот, вот ты чувствуешь себя в нужный час, в нужном месте. Вот есть ремесленник, творец, да, который производит свой товар. Как вообще совместить в себе понимание того, что то, что ты сделал хороший товар, но тебе нужно еще переступить немножко через себя и продать его. Как себя вот на этот бизнес зарядить, если, может быть, творца в тебе немножечко больше, чем бизнесмен? Здесь очень важно уметь присваивать себе свои достижения, и очень важно уметь о себе заявить. Мы так воспитаны в основном, что там по торчащему гвоздю бьют, да, везде транслируется скромность, но сейчас уже время совершенно другое. Если ты не говоришь о себе, тебе просто никто ничего не скажет. Нужно уметь о себе заявлять, и чем увереннее ты будешь это делать, чем больше ты будешь уверен в своем продукте, тем больше вероятность, что будет успех. Ну, надо понимать, что ты можешь воспринимать именно только твой творческий порыв, да, а на бизнес у тебя вообще никак. Можно не тратить время на то, что тебе не приносит удовольствия, а просто найти человека, который будет это делать за тебя, а ты в этот момент будешь развиваться и вдохновляться. Про хэштеги расскажите мне какой-то секрет. Можно, который вот прямо сейчас могут люди использовать, не знаю, поставить какой-то действующий хэштег, и все, не знаю, плюс пять подписчиков сразу. Чтобы прям так сразу? Нет, так не работает. Волшебной таблетки, к сожалению, как бы нет, и, наверное, еще никто не принул. Нет, вы просто должны работать со своей аудиторией, вы должны делать качественный контент по-любому. Хэштеги — это просто холодный трафик, который приходит к вам. Ну, вы получите большие охваты по хэштегам, да, но вам нужно получить не только охваты, да, то есть продажи, подписки — это то, в принципе, ради чего мы работаем. Я еще хочу отметить, почему эта конференция настолько цена и важна, потому что очень важно окружение. Когда ты находишься в кругу людей, которые живут тем же, чем и ты, в этот момент происходит какое-то волшебство, ты заряжаешься от них и не от тебя, и это очень важно. Добрый день. Привет. Пока еще ваша лекция не началась, рассказывайте, о чем она будет? Моя тема лекции — это сотрудничество с блогерами. Как не прогореть? Можно какой-то вот действенный совет? Как не бояться блогеров? Ну, во-первых, блогер тоже человек, и во-вторых, у большинства блогеров есть пиар-аккаунты, в которых работает не сам блогер, а менеджер, и вот с менеджером уже гораздо проще задать какие-то вопросы, предложения какие-то сделать, и даже если у вас разговор как-то не пойдет, то ты понимаешь, что, в принципе, с блогером ты не поссорился, а ты просто поговорил с менеджером. В принципе, сотрудничество с блогером — это действенный способ продавать свой товар? Я считаю, что тут очень важно найти своего блогера со своей целевой аудиторией. Это раз, во-вторых, с каким-то жизненной позицией, такой же, как у вас, чтобы он прям любил ваш товар или хотя бы был в теме, скажем, в этой истории. И здесь очень важный момент — это не останавливаться, это все время пробовать, анализировать, делать выводы и что-то менять. Потому что мы же знаем, делая одно и то же, мы получаем один и тот же результат. Поэтому просто настойчиво что-то надо менять. Обнаженный флешмоб, код нелегал, хлеб с салом, важный проект и аккуратные фанаты. Мы собрали для вас подборку нескучных новостей. В Сиднее организовали необычный флешмоб. Две с половиной тысячи обнаженных людей появились на рассвете на пляже Бонди-Бич специально для фотосессии американского фотографа Спенсера Туника. Так жителям Австралии напомнили о необходимости регулярных осмотров на рак кожи. По данным международной организации World Cancer Research Fund, австралийцы чаще других жителей мира страдают этим заболеванием. Кстати, ради этой фотосессии специально было изменено законодательство. Раньше за появление на пляжах в обнаженном виде грозил штраф. Фотограф Спенсер Туник устраивает подобные фотосеты уже около 30 лет с целью привлечь внимание к онкологическим заболеваниям. С 1992 года он заранее объявляет о месте съемки, предлагая всем желающим принять участие в проекте. Еще одна важная акция для привлечения внимания к раку груди, на этот раз в Беларуси. В ноябре сразу в нескольких заведениях Минска в женских уборных на зеркалах появились мотивирующие надписи. Оказалось, это важное послание от общественной инициативы «Руками трогать», которая помогает снизить стигматизацию онкологических заболеваний и призывает женщин заботиться о себе и своем здоровье. Хлеб с салом стали производить на одном из минских хлебозаводов. Продукт стоит 3 рубля 69 копеек. Упакован в крафтовый пакет и плетеную корзинку из лозы. Те, кто пробовал, делятся, что на вкус вполне съедобно. Правда, купить такой хлеб в обычном булочном отделе вряд ли получится. Придется ехать в фирменный магазин третьего хлебозавода. Один из пользователей Твиттера поделился в своем аккаунте фото и рассказал, что при прохождении польской границы в его машине под капотом нашли пассажира – маленького котенка. После выяснения всех обстоятельств, кота все-таки пропустили. Теперь он будет жить в Варшаве. Японские фанаты в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу, поражают всех своей аккуратностью. Они собирают мусор на трибунах стадионов после матчей. Показательно, что делают они это не только на матчах своей команды, но и после игр других сборных. Все объясняется тем, что в японской культуре избавление от мусора – это способ продемонстрировать гордость за свой образ жизни. Чистота прививается жителям Японии с детства. На этом все. Не переключайтесь и берегите себя. Всем привет! Сегодня налегке мы попали на новый проект «Арт Беларусь путем с Карины», посвященный 500-летию издания «Малой дорожной книги». Эта выставка распахнула свои двери 11 ноября и продлится по 15 января. В чем же ее идея и кто он такой, Франциск Карина? Узнаем совершенно новой стороны от создателей выставки и услышим мнение посетителей. Поехали! Добрый вечер, Александр! Добрый! Как ваше настроение в это непростое осеннее время? Прекрасное время, чудесная пора. Навевает, так сказать, мысли о философии, о искусстве. Именно поэтому сегодня мы поговорим о Франциске с Карине, не как о первопечатнике философии и метике, а как о графике. Правильно? История книгопечатания не мыслит себя без некого иллюстративного материала. И, в общем-то, книги без каких-то объяснений или формирования визуального ряда они не были бы так убедительны и так понятны читателю, как с гравюрой. И гравюра с Кариной, и, в общем-то, в этом был такой небольшой риск, и в этом была основная задумка. Мы хотели максимально масштабировать, сделать их некими монументальными листами. И в графике есть проблема, когда композиция или работа графическая, ну, недостаточно убедительное, недостаточно зрелое произведение, при масштабировании она немножко так рассыпается и теряет свои интересные графические композиционные формы. А здесь, увеличивая гравюру, она еще более усиливает это композиционное и образное воздействие на зрителя, и поэтому в определенном риске было вот это увеличение, но она раскрыла его как художника, который формирует очень интересные образы, как художника, который и владеет композиционными навыками, как художника, который владеет множеством там художественных приемов. Поэтому Франциск с Кариной – это во многом основоположник белорусской школы графики. И дальше мы продолжаем цепочку и выходим на то, что белорусская школа графики на данный момент, она, может быть, визитная карточка вообще белорусского изобразительного искусства. То, что вы сейчас рассказали, говорит о том, что Скорина не только первокнигу напечатал, но он, можно сказать, сделал первый средневековый журнал с иллюстрациями. По сути говоря, он совместил изобразительное искусство и классический подход книги. Можно ли так называть, что он первооткрыватель в этом? Или нет? Мы можем сказать, что все-таки это восточнославянское, восточноевропейское книгопечатание. Мы не должны бороться за некое такое безусловное первенство. Вообще люди в Средние века и в переходе на Возрождение, они в массе своей были покорителями вот этих новых горизонтов, создания новых образов, новых технологий. Это был прыжок абсолютно в пустоту. То есть это люди, которые создавали это будущее. Будущее книгопечатание, будущее мореплавание, будущее картографии. И поэтому просто утверждать, что вот Скорина, и он единственный, и самый первый, ну, может быть, и не самая корректная вещь, но то, что он внес огромный вклад, то, что он вот в этот шаг в неизвестность сделал, то, да, конечно, он визионер и формирователь картины будущего для общества, по крайней мере, в котором он там существовал. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы сюда попали, как вы сюда пришли, и что вас сюда привело? Я попал на выставку, узнав из социальных сетей, это Инстаграм, вот, подписан уже давно на аккаунт галереи. Я периодически посещаю различные выставки, мероприятия, в том числе эту решил посетить. Здесь именно Франциска Скорина как граффицист, правильно? Я все понимаю, да, все верно. Вот, именно с этой точки зрения открылось ли для вас что-то новое? Да, безусловно, потому что я ранее не знаком был с творчеством в этом амплуа Франциска Скорина, и поэтому ознакомиться с самими напечатанными этими работами было очень интересно. Тем более я успел присоединиться к экскурсии, я так понимаю, автора этих работ, и немножко услышать, как создавались, на чем базировалась, скажем так, работа автора, и поэтому какие-то для себя почерпнуть, возможно, минимальные знания я сумел. Слушайте, ну здесь немноголюдно, понятно, что это достаточно целевая аудитория, выставка для этой аудитории. Как сделать так, чтобы это стало популярным? Потому что это действительно важно, это же интересно, и такое есть далеко не у всех. Для того, чтобы это сделать популярным, наверное, возможно, стоит делать больше освещения не только в социальных сетях, аккаунтов создателей данных выставок, но и, наверное, на телевидении. Я, как, наверное, представитель молодежи и молодого поколения могу судить, что сейчас уже большинству надоела поп-культура, и чего-то хочется действительно исторически важного, в том числе, наверное, корням, истоком тянется молодежь. Поэтому, может быть, не все так однозначно. Молодежь, в том числе, наверное, истемблишмент современный, любитель посетить подобные мероприятия. Малая подорожная книга, та самая, которая была издана 6 марта 1517 года, если не измять память. Почему выставка именно сегодня? Книга, которая находится в корпоративной коллекции, она отпечатана в 1522 году, поэтому, если мы там 517 год там вообще обозначаем 500-летие там белорусского книгопечатания, то в данном случае мы просто празднуем юбилеи вот этой вот юной и красивой, и интересной книги. То есть история, все это не про то, что для нас Франциска Карина – это белорус, для чехов – чех, для поляков – поляк и так далее, для литовцев он – литовец, правильно? И сегодня говорим не об этом, мы говорим о графике и о том, что это на сегодняшний день может быть актуально. Совершенно очевидно, что Франциск с Карина родился в Полоцке, и он сын белорусской земли. Что касается его творчества, то все-таки людей тянуло часто к тем центрам, которые создавали определенную технологию. Поэтому, ну, конечно, Прага на тот момент, она, может быть, давала больше возможностей с точки зрения реализации, как перо-печатника, нежели там Полоцк или даже Вильнюс. Выбор места приложения талантов определен активностями в том или ином пространстве. Скорее, на многие вещи делал за свои деньги, то есть, помимо всего прочего, он и художник, и философ, и медик, еще и меценат. То есть, на свои средства все это делал. И инвестор. И инвестор, можно сказать. Поэтому тут в прямом смысле таланты творчества не имеют границ и национальности. Правильно? И слава Богу. Пожелания нашим телезрителям. Как не бояться экспериментов? Советовать людям – это самое последнее дело. Но просто я могу обратить их внимание с точки зрения искусства, что есть множество выдающихся художников, которые не боялись на 180 градусов. Принципиально менять свой творческий метод, применять новые композиционные решения, колористические, образные. Ряд художников заводило в тупик, но большинство из художников, которые на устах, так сказать, у широкой публики, нужно смело говорить, что это художники не некой единой линии, а художники, которые не боялись посмотреть под новым углом на самих себя. Ну что ж, улыбайтесь. Это всех либо раздражает, либо радует. И обязательно пробуйте, и тогда вы достигнете успеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова